Это наследие великой степной тюркской цивилизации, которая на протяжении тысячелетий, как это описывал Лев Николаевич Гумилев, жила в этих местах, создавала свое ощущение соотношения земли и неба, понимание власти, понимание авторитета. И китайцы прекрасно понимают, что это так. Хотя Путин заявил все время, что у казахов не было никогда государственности. Я, кстати, был единственный тогда, кто выступил против этого в Совете по международным отношениям, в котором я больше не присутствую, не участвую. Я считаю, что это было неправильное, неверное, оскорбительное заявление для казахского народа. Непонимание, такой комплекс Киплинга, комплекс так называемого «белого господина», понимаете. Нигде на земле, кроме типа Европы, не было цивилизаций. Такое просто непонимание, которое говорит о том, что и до конца они не понимают, с чем они имеют дело в роли тюрка-казахского фактора. А китайцы прекрасно это понимают. Казахстан – это не осколок Советского Союза. Казахстан – это наследник древнего тюркского фактора, который был, есть и будет в этих местах. Для которого эта степь, эти горы, эти озера, эти реки – это, собственно, родина, земля. Это колыбель тюрок во многом. Двигаться вперед по пути развития тюркской идеи, тюркской цивилизации – это крайне важно. Крайне важно и для меня, как для русского, что в Казахстане это происходит. Я считаю, что свобода и будущее русского народа во многом зависит от успехов тюркского фактора. Потому что тюрки, вы более свободны, чем мы, русские. Не скрою. И поэтому ваше возрождение, оно естественным образом поможет и нам тоже найти себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова